Включив радио «Лема» на частоту 102,7 FM, можно узнать не только много интересного и полезного, но и получить подарки. Сегодня, после того, как было объявлено о месте дислокации «Лема-мобиля», люди стали активно поддержать за призами. Акции «Лема-мобиль» уже 10 лет. В этом году ее проводят в последний месяц лета. В течение текущей недели, с 14 по 18 августа, машина с яркими опознавательными знаками парковалась в центральных частях города. Радиослушателям предстояло ее найти. Суть акции заключается в следующем. Машина «Лема-мобиль» прячется в городе со своими опознавательными знаками. Сегодня это флаг радио «Лема» красный, яркий, который невозможно не заметить. И затем ведущий выходит в эфир и дает подсказку своему радиослушателю, где он сейчас находится. Задача радиослушателей – быстрее всех доехать на место расположения автомобиля и получить заветные подарки, как сегодня мы видим. Сегодня, в последний день проведения акции, «Лема-мобиль» обосновался в районе улицы Шилкинской. Буквально через несколько минут после того, как креативный директор радио «Лема» Оксана Якуш дала отмашку, и ведущие эфира открыли секрет, где искать промо-автомобиль, к машине начали подъезжать радиослушатели. Первым оказался Дмитрий Долинин. Вышел случайно в магазин, смотрю, тут девочки стоят, флажок красненький. Потом подойду, узнаю, включил радио «Лема», тут, оказывается, призы раздают. Ну, так удачно у меня день начался сегодня. Остальные участники не заставили себя ждать. Один за одним к назначенному месту подъезжали люди. Кто-то узнал об акции по пути на работу, кто-то собирался на море или просто направляясь по своим делам, услышав объявление по радио, решил заехать. Я постоянно слушаю радио «Лема», она у меня всегда работает, работаю сутками. Как в машине, так всегда у меня радиостанция работает. Хорошая радиостанция. Ну, не первый, что на заправке стоял, думаю, пешком же не побежишь. Мы направлялись на море, по радио услышали, что проходит акция, остановились, чтобы послушать, где вы точно стоите. Слушаю постоянно. Бывает так, вроде опаздываешь, приедешь, а там идет передача, вот вчера про медицинский институт слушал, хотя я сам не медик. Просто очень интересно было. Остановился, слушал, ну и опоздал там на встречу, как бы, ну, дослушал передачу. Интересные передачи по утрам особенно. Кроме подарков от спонсоров компании «Онгибридсервис» в виде бесплатной диагностики гибридного авто и различных полезных мелочей для автомобилистов, участники акции могли передать привет своим родным и близким в прямом эфире, чем без стеснения и пользовались. Привет ребенку, теще и жене и своим родителям. Они меня по-любому узнали, потому что тоже слушают вашу радиостанцию. Наш город автомобильный, вот, и таких акций для автолюбителей не было, поэтому мы всем коллективом посидели, подумали и решили, что неплохо бы сделать такую акцию, которая бы дарила радость нашим автолюбителям, потому что передвижение на дорогах у нас все-таки сложное, вот, и пробки бывают, и рельеф у нас такой, и поэтому подарок получить, да и вообще, в принципе, не только автолюбителю, вообще, человеку просто так получить подарок – это всегда приятно. И мы поняли, что эта акция начала пользоваться популярностью, и она как бы стала у нас брендовой, поэтому мы ее проводим каждый год. Нужно сказать, что автомобилисты нашего города всегда достаточно активны, с удовольствием откликаются на различные мероприятия. Это подтверждает и традиционный конкурс радиолемы «Патруль доброты», в рамках которого слушателям предлагают помочь автомобилистке, оказавшейся в трудной ситуации. Катерина Матвеева, Андрей Макаров, Новости на Восьмом.